Мне кажется, что с Испанией мы начали хорошо, был хороший очень результат. Это нормально, когда с первых минут есть какой-то мандраж, потому что команда, в принципе, молодая, достаточно много молодых игроков, некоторые не играли, допустим, я не знаю, я не играла с Тонией, с Карабагаченко, с Лерой, ну, то есть у них в любом случае будет какой-то мандраж у каждого игрока, и потом со второго тайма все вкатились, и все было замечательно. По поводу игры с Чехией, ну, не знаю, эта игра может быть и вообще долгий чемпионат, поэтому, может быть, это хорошо, что случилось сейчас, то, что мы не сыграли так, как мы умеем, так, как мы хотели, и это, наверное, заставляет нас подумать обо всем хорошо, посмотреть на себя со стороны, на свои ошибки, над чем каждому нужно поработать, и как бы немножко такая встряска после большой разницы с Испанией, наверное, чтобы мы никуда в облака, наверное, не взлетали, что здесь все будет так просто, или там Чехия – это какой-то достаточно легкий соперник, потому что здесь легких не будет игр, вот, все остальное зависит только от нас, как мы разрешим играть сопернику, и все. Все какие-то комбинации, переходы легче становятся, когда ты хорошо играешь в защите, пока, вот, как игра с Чехией показала, что у нас не очень хорошо получается в этом плане, но, мне кажется, в таких играх важных, где очень сильное нападение и атакующий сейчас очень скоростной гангбол и все, будет большую роль играть защита, конечно же, чтобы меньше проводить времени в атаке, нужно все силы использовать в защите и постараться забить вот такие вот голы с перехода, чтобы меньше тратить силы на атакующие действия. Я не смотрела, если честно, на счет, я понимала, что нам нужно делать все по максимуму, как мы можем выжить все из этой ситуации, любые позитивные действия будут нам в копилочку и как бы сыграют нам на руку, но не было такого и вообще никогда нет такого. Вот сейчас я включусь в этот момент, а через минуту я не буду участвовать. Я всегда стараюсь находиться где-то, что-то сделать, хотя бы что-то полезное, любое действие будет, я не знаю, либо это будет перехват или, не знаю, кому-то что-то подсказать. То есть я стараюсь всегда включаться в любой момент, неважно там два гола разница преимущества, там 10 будет или еще что-нибудь. То, что в изоляции, ну это же длится уже много, как бы долгое время, и в России мы сидели там с апреля или с мая, уже не помню. Просто там ты еще хотя бы можешь, я не знаю, мы выходили на улицу, все равно как-то там погулять. А здесь просто хотя бы, потому что все вокруг тебя связано с ганболом, то есть ты приходишь на тренировку, ты смотришь игры, ты идешь на игру, играешь, ты смотришь игру, приходишь, ты включаешь телевизор, у тебя ганбол. То есть это, ты просто вот все окружено ганболом, и мне кажется, что они могли бы хотя бы что-то сделать. Ну, я не знаю, в близлежащей территории хотя бы пройтись, прогулять, потому что мы все равно ни с кем не будем, ни контактировать, ничего. И игрокам нужен, мне кажется, и свежий воздух, и так, чтобы это как-то, ну, находишь все равно, чем заниматься. Тут больше времени книжку, допустим, там закончить, которая уже лежала, там пылилась, фильмы посмотреть, поразговаривать. Ну, все равно, мне кажется, человек такое существо, он адаптируется ко всему, и все. Фильмы мы сейчас пока с Калиной смотрели только «Зов предков», наплакались про собаку, про волку. Вот, а книгу я сейчас читаю Ницше. Очень серьезно, там очень, мне нравится, что очень много новых слов, там нужно пошевелить мозгами, что это значит. Ну, пока она читается очень тяжело, ну, потому что там нужно постоянно смотреть, подглядывать, что это слово значит, что он вообще. Нет, нет, на русском, ну, просто там есть такие какие-то философские моменты, которые ты, ну, нужно хотя бы еще что-то, какое-то пояснение. Но это хорошо отвлекает от каких-то, вот, от гонбола, допустим, если не хочется какого-то мандража или там, чтобы заснуть, тогда это хорошо помогает. Если отсюда нас выпустят или вообще… Так, что, что я сделаю? Блин, я не знаю, просто, наверное, надышусь воздухом, потому что, в принципе, ты все равно в закрытом помещении делаешь все, что, как бы, тебе хочется. Если мы вырвемся здесь, мне бы хотелось, чтобы было побольше, наверное, солнышка и просто походить, не знаю, погулять в парке, послушать птичек, я не знаю, половить там еще что-нибудь. Как бы особо таких ограничений нет, просто хочется действительно походить и подышать, посмотреть на природу. Я не тот человек, который, там, любит что-то обещать, я предпочитаю, наверное, потихоньку делать это без слов. Вот, лучшее будет доказательство и лучшее обещание, когда уже все будет сделано. Привет передать всем, наверное, кто за нас болеет, кто переживает. Правда, не думайте, что мы тут… Мы хотим не забивать, мы хотим не защищаться, мы очень хотим выиграть, мы очень хотим радовать вас, мы очень хотим побеждать. Поэтому я бы хотела, чтобы люди меньше, наверное, были злые, ну, писали там… Мы сами знаем, что мы и косячим, и делаем что-то не так, но поверьте нам, что мы очень хотим радовать вас, мы очень хотим быть самыми лучшими. И, наверное, я хочу просто сказать спасибо тем, кто и в хорошие времена, и в плохие понимает нас и поддерживает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!